мне нужно было выбрать прозвище орел символ дагестана также мне предложили выбрать что-то что будет вызывать у людей соответствующие ассоциации почему бы этим атрибутом не стать папахи это национальный атрибут и сейчас все знают о папахи дагестане истории региона на мой взгляд план работает сказал нурмагомедов во время конференции ufc хабиб нурмагомедов на канале сыны и дочери кавказа хабиб абдулманапович нурмагомедов родился 20 сентября 1988 года в селении сельди цумадинского района дагестана он российский боец смешанных боевых искусств выступавший под эгидой ufc в марте 2021 года хабиб нурмагомедов официально завершил бойцовскую карьеру в 2018 году хабиб получил награду орден за заслуги перед республикой дагестан герб республики дагестан представляет собой круглый геральдический щит белого цвета в центральной части которого изображен золотой орел орел в международной символике означает власть верховенство государственную прозорливость хабиб нурмагомедов орел истинный сын дагестана и кавказа в целом сын своего отца абдулманапа магомедовича нурмагомедова у древних греков орел означал духовную силу царственность и удачу поскольку считается что орел летает выше чем любая другая птица его изначально рассматривали как символ воина победителя отец всегда вселял веру в хабиба он всегда был опорой для него и помогал сосредоточиться на любимом деле на спорте к сожалению абдулманап магомедович в 2020 году покинул наш мир он был прекрасным отцом мудрым учителем и согласно официальным данным за всю тренерскую карьеру воспитал восемнадцать чемпионов мира его сын хабиб нурмагомедов человек активный сильный склонные к нововведениям творец и лидер во всех областях он всегда стремится занять первые места вот поэтому по завершении карьеры мы можем наблюдать потрясающую официальную статистику из 29 боев побед 29 поражений 0 чтобы добиться такого результата хабиб был с собой совершенно безжалостен и ради карьеры жертвовал всем в том числе и отношениями с окружающими он любящий родитель и является главой семьи хабиб нурмагомедов творческий человек он обладает живым и богатым воображением склонен более к духовному нежели к материальному для хабиба очень важна духовная общность с близкими а также обычаи и культура дагестана в сентябре 2018 года нурмагомедов высказался против выступлений артистов лейбла black star в дагестане что вызвало конфликт между ним и тимати одним из владельцев и основателей компании позднее глава чеченской республики рамзан кадыров сообщил что помирил нурмагомедова и тимати в связи с убийством учителя самуэля пати нурмагомедов высказался в инстаграме назвав президента франции макрона тварью вдохновляющий последователи которые под лозунгом свобода слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман затем борец опубликовал в социальной сети новый пост в котором заявил что сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней пытаются оскорбить чувства сотен миллионов верующих во всем мире рисуя карикатуры на лучшего из людей до хабиб знает что в мире очень много грязи лжи и несправедливости однако напоминает нам всем что добро всегда побеждает зло а с моей стороны и от всех поклонников хабиба нурмагомедова пожелаем ему прекрасной жизни и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события желаем массу поводов для радости и кавказского крепкого здоровья пусть жизнь будет долгой полной ярких и запоминающихся событий